Здравствуйте! Большой приветик всем-всем! Это я, Оля из Греции, и вы на моём канале Flower Therapy. Сегодня 29 декабря, конец месяца, и уже пришла очередь снимать, показывать 19-й влог. Скоро, значит, будет уже на следующий год, в январе, будет 20-й влог. У нас испортилась погода, похолодало. Ну, так всегда обычно, под Новый год. Ветра сильные, дожди, холодно. У нас плюс 7, плюс 6 в эти дни. Ночью спускается до плюс 4, будет ещё до плюс 2 и 1 даже. Вот. Я чуть-чуть переживаю за свои растения. Кое-какие растения я спрятала в беседку. Кое-что занесла в дом. И самые крупные, вот как там, вот аллои, да, ещё кое-что, ну, остались вот так вот открыты. Они уже были мокрые, накрывать их не имело никакого значения, так как земля мокрая. Самое главное, чтобы земля была сухая. А когда земля мокрая, накрываешь, не накрываешь, если будут сильные морозы, растения всё-таки замерзают. Ну, посмотрим, как пойдёт. Что хочу сказать. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть приболела. Ну, это ничего. Всё хорошо. Сейчас у нас так вот чуть-чуть моросит. Ну, спокойненько, спокойненько. И что вы увидите в девятнадцатом влоге? Разное, разное. Посмотрите, увидите. Кому ещё не заинтересовали мои влоги? Итак, вот только что вы заходите, да, и вот просматриваете первые секунды, и слушаете меня, и вам кажется, может, неинтересно. Вы посмотрите какой-нибудь влог до конца, может, вам понравится. Потому что я в своих влогах показываю разное. Может, вы что-то увидите, какое-то растение, которое вас интересует, может, услышите какую-то историю, что-то про какое-то растение, может, ещё что-то. Вы сперва посмотрите, может, вам понравится, а потом уже оцениваете, нравится вам, не нравится, и выбирайте, что вам смотреть. Вот это я хотела сказать. Ну, давайте, смотрите видео до конца, и поговорим уже в конце. Здравствуйте! Сегодня 24 декабря, вторник. Начала снимки для влога. Вчера у меня не получилось, я была в гостях у папи. Много всего было делать. Ну, я засняла ей ролик про папины растения. Как у меня просили, я это и сделала. Вообще, был такой день вчера. Всего много. Надо было по делам в разные места. И мне, и мужу, и отца в гостях. И, понимаете, да, взрослый человек. Надо брать, надо и постирать, и сварить. Всего очень много. И пообщаться. И все, все, все. Так, у нас погода уже со вчерашнего дня начала портиться. Сегодня окончательно испортилась. Ветра ужасные. Похолодание. У нас плюс 9-10. И еще отпустится это днем. Такая вот температура. А ночами будет спускаться и до плюс 6-5 даже. Вот так вот выглядит. Смотрите, на мой магнуль. Видите? Вот эти вот бутоны уже прорезаются. Только что недавно она осыпалась. Буквально так. Быстро-быстро. Настала у нас как будто вот осень резко. А потом раз зима. Ну, у нас не зима, скорее всего. На осень-то похоже. И вот уже, видите, вот первые цветочки уже преждевременно собираются. Растения запутались. Что я вам хочу показать? Ну, вот показываю вот так вот. Увидите, как у нас сейчас. Не только хорошую погоду и солнышко я показываю. Ну, красиво. Видите, какое небо такое вот голубо-фиолетовое-сиреневое. Красота. Так, кое-что у меня даже цветет в саду. Давайте я вам покажу по-быстрому. И потом я еще что-то для вас. У меня такой небольшой сюрпризик. Розочка моя хорошенькая вот. Тут вот раскрылась. Ну, не такая, как должна была быть. Она совсем не такая. Ну, вот погода была хорошая, набрала цвет. И цветет потихонечку. А вот тут, смотрите, раскрыла старая вот веточка. Пеларгониум и, которая вам показывала, другую веточку цветочки, были вот такие вот, как вот эту вот. Видите, вот такая была, да? Пятнистая такая полосочку. А посмотрите, какие вот эти вот боковые. Половина такие, половина вот такие вот, как сказать. И этот такой же. Это что значит? Что она будет вот такая вот цветом розовая. В конце концов. Зак, не наступай на цветочки. Ну, вот идет и прям наступает. Посмотрите, посмотрите. Уйди отсюда. Уйди, ты наступил мне на цветочки. Уйди. Нас вчера не было. Он тут потоптал, что хотел себе. Так, и вот эта вот роза. Видите, тоже, тоже мамина роза. Это тоже вся вон в бутонах. А вот они зимою. Там он еще. И кто-то угадали, что это за росточек. Я не знала, что по-русски называется клещевина. Как название слышала, но не знала, что это его название. А тут называют его рекинус. По-правильному рекинус. Вот. У меня такое растение много лет назад. Очень много росло. Когда-то я взяла косточку. Мы были на... В одном месте в Греции. Называется халкидики. Так. И отдыхали в одном отеле. И там росло вот такое вот растение. Вот это вот рекинус. И мне очень понравилось. Такие, ну, вот эти красные, такие огромные листья. Такое экзотическое такое на вид. Очень красиво смотрелось. Я... Были семянки. Я долго не думая попросила. И помню, посадила себе вот сюда на участок. Посадила. Оно у меня выросло целое деревко. Ну, у нас оно не замерзает зимой. Растет. Зацвело. Потом отцвело. В общем, посыпались эти семянки, как фасоленьки. Как у фасоля сухого, да. Удивительные такие красивенькие семянки. Главное. И потом начало выходить везде. Что до того, ну, столько везде у меня выросло. Я не обрывала вовремя. А потом их невозможно было оборвать. Они такие. Корни пускали такой ствол. Ну, становился толстый, крупный. Что, в общем, ели трудно было отрывать. И потом мы начали уже от него избавляться. И не могли избавиться много-много лет. Потому что семена везде попадали. И выходило, где надо и не надо. Что уже и моего мужа злило это растение. Что оно везде. Уже вот прошли года. И мы не сажали. Вроде я все-все семена собрала, да. Вроде и поискала все вокруг. Они распространились везде. По всему участку. И мужа аж назлило это растение. И вот как он видел, вот такой вот маленький росточек обрывал. Но я попросила, ну, хоть оставь один. Я буду за ним следить. И там буду ему, не буду его, этот, оставлять ему, как сказать, семениться. Чтоб семена не сыпались. Он его видеть не хотел. Вот. И забыли мы про него много-много лет. И вот я нашла семянки среди своих семян старых. Думаю, дай-ка посажу. Схожесть есть. Есть. Оказывается, не теряет. Вот он. Сейчас не знаю, как отреагирует мой муж на это растение. Когда увидит, что оно... Ну, я его отсюда пересажу, конечно, посажу в какое-то место. Не знаю, как он отреагирует. Он его видеть не хочет. Он ему очень не понравился потом. Поначалу было красиво, все хорошо, но потом он как сорняк рос. Рекинус. Вот. Плубагу мой цветет. И вторая веточка зацвела. Вот такая вот красавица. Ой, какой ты красивый, нежный. Как я люблю тебя. О, голубенький, голубенький. Прелесть. Как-то так. Вот такая вот история у меня про клещевину. Интересное название. И хочу показать мой подоконник. Это зальное окно. У нас тут уже темнеет. К вечеру дело. Ну, я покажу. Тут не очень хорошо видно, но освещение, наверное, не самое лучшее. Тут мои хеверии. Вот. Так. Вот это Татьяна. Татьяна. Но у него там вон, вон, вон дает цветоносик. Ну, не чисто показывает. Хорошо растет голубенький из серии. Вот этот вот тоже. Это не хеверия. Мы нашли название. Пахифитум. Компактум. Вот. Ну, я все равно его к хевериям отношу. Все они похожи. Дзак, тихо. Так. Вот этот у меня был больной. Приходит в себя. Видите, цвет какой у него красивый. Розовинка такая. Даже фиолетовенький чуть-чуть. Так. Так. Вот этот красивенький цвет. Дзак, не шуми. Дзак. Вот этот. Вот этот. Тоже был один из больных, которые хеверий спасали. Вот, хорошенький. Хорошенький стоит. Тверденький. Ну, конечно, он сейчас не в самом лучшем виде. Но все-таки хорошо. Спасла. Ну, спасать, в принципе, трудно и не было. Вот этот отцвел. Видите, вот тут вот его цветоносики. Ну, такой он чуть-чуть какой-то вытянутый. Верхушка. Все-таки света тут на окне мало попадает. Так. Вот этот приходит в себя. Он у меня тоже заболел. Почти умер. Потихоньку приходит в себя. Такой вот бархатистый. Одна розетка. Ничего. Другая. Вот там что-то собирается. Вот там вот в серединке. Что-то тут сбоку вон. Да, не очень чисто видно. Блин. Вот тут вот одна масенькая тоже. Живет, не живет. Вот это вот эхеверия. Если это эхеверия. Точно. А, да, эхеверия какая-то. Сейчас не видно. Ну, она очень хорошо вон размножается. Видите? Детишек, детишек пускает. И внизу, и вот тут вот. С корня и со всех сторон. Вот это вот никак не придет в себя. Тоже очень красивое. Ну, видите, да? Серединка цвета. Очень красивая. Корешки есть, стоит вроде. Вот эти вот уже тверденькие. Вот эти боковые, они отсохнут. И вот это вот все вырастет. Придет в себя все-таки. И вот это тоже Татьяны. Название мы ей не нашли еще. Никто не может найти название. Ни в какой группе. Вроде эхеверия. Но эхеверию не находим. Какое название. Оно непонятное. Мне сказали, может, это все-таки Грабтоверия. Из этого мы не найдем название. Ну, пока вот такая вот. Но очень тоже красивая голубенькая такая красавица. Ну, такие вот у меня. Вот так вот как-то выглядит подоконник. Видите, да? Вот так. Тут, скажем, все из серии эхеверий. Или пахеверий. И давайте посмотрим на вот эти растения. Они тут у меня на, как сказать, на столике. На балконе. На моем ромарном столике. Помните, да? Я вам показывала. Есть видео. Если кто-то не видел или не помнит, поищите. У меня тут были эхеверии. Они заболели. Я почистила. Обработала. Эхеверии больные. Потом вот сюда посадила вот такие вот разные суккуленты. Тут разные. Тоже тут и вот эхеверия, и краптопеталум, и не знаю, эхеверия, и седум, и пахифитум, пахифитум. Вот это вот. Ой, вот это какая? Эхеверия тоже или пахеверия. Не помню. Не имеет значения. Посмотрите, какие разные красивенькие. Я еще так подобрала разные цвета, расцветки. Вот это вот, скажем, более такая фиолетовая. Камера ее не передает. Вот это голубенькая. Посмотрите, она набирает цвет. Это я с выставки привозила клубок от тусоводов. Это было, кажется, зимой, зимний. Она у меня уже цвела весной или начало лета. Что-то такое вот. Тоже выдает этот цветоносый. Вот этот, вот этот вот тут. Вот. Вот это вот у меня тоже с какой-то выставки. Это уже, наверное, может даже с летней, а может тоже с зимней. Честно говоря, я уже попутала. Это Пахифитум ориферум. Ориферум. Вот я нашла название. У него такой цвет красивый. Сейчас вот камера, не знаю, передает, не передает. Очень красивенький цвет. Я его, когда вот сажала, у него чуть-чуть оторвались листики. Я вот их воткнула. Видите, они уже вот тут вот принимаются. Видите? Сейчас такое подходящее время года. И это из тех суккулент, которых с листика вот можно вырастить. Красивый цвет. Он такой, знаете, ну, с розовинкой. Сердцевинка и фиолетовый, фиолетово-розовый какой-то. Интересный. Так. Ну, вот этот у меня был. Я вот уже обработала. Помню, у него корешки тоже были больные. Не обработала ни раз. Потом вот посадила опять. И он тоже у него вот тут. Видите? Вот тут вот где сердцевинка, скажем. Там тоже вон что-то. Это у него цветоносец. С одной и с другой стороны. И вот этой вот крупной розетки тоже. Там вот раз-два. Очень красивый. Он такой. Вот сейчас он не в самом лучшем состоянии. Он, знаете, чуть-чуть такой вот неупругий. Чуть-чуть вялый. Надо, в принципе, поливать. А я не поливаю. Уже давно они не поливались. Чуть-чуть один раз полились. Вот после, как я это все сделала. Их посадила так слегка. Один раз. И все. С того времени не поливался. Хотя погода была хорошая. Надо было поливать. А сейчас уже погода испорчена. Прохладненько. Я уже боюсь. Вот. Ну, ничего. Переживет. Переживет. Вот. А он вообще в другое время года такой, знаете, упругий. Такой глянцевый. Прям вот у него такие листья. Ну, красавица. Вот такое я показала вам на подоконнике. Такая вот кудрявенькая. Вот это как грабтопиталум. Насколько я знаю. То сейчас наста... Ну, просто грабтопиталум. Смесь какая-то с чем-то. Не знаю. Пока он не цвел. Тоже у него цвет такой интересненький. Сейчас камера не передает. Он не голубой, не... Не зелененький какой-то. Вот сейчас присутствует какая-то розовинка. Вот это вот все. Дума-то мне Кирикоста, помню, давал. Я уже его размножила. Он голубенький такой, хорошенький. У меня в разных местах есть. Вот тут тоже какой-то вот... Сейчас я не помню название. К сожалению, не запоминаю. Тоже красиво цветет. Ну, камушки. Вот так вот. Вот такой вот красивый садик, можно сказать. Композиция. Вот и все. И вот еще, что я вам хочу показать. Я приехала не с пустыми руками. Вот. Когда куда-то еду, обычно что-то покупаем. А кроме покупок, еще и подарочки. Я уехала с кучу растюшками. Приехала тоже. Почти столько же растюшек привезла обратно. Подлучается, кому я отвезла разные растюшки, разные суккуленты. Просто растения садовые. И они мне в ответ тоже что-то дали. Так. Вот это вот начну вот с этой красивой елочки. Посмотрите, она самодельная. Видите, какая красивая. Я ее не развернула, оставила вот так вот, как она вот завернута красиво. Это Татьяна. Татьяна со Спроперго. Все вы знаете, уже слышали про эту Татьяну. Она мне давала растения. Мы обмениваемся кактусами. Татьяна, тоже любитель цветовод и кактусовод. И вот она делает вот такие вот красивые вещи своими руками. И подарила мне большое есть спасибо. Вот такая вот елочка. Камера ее не передает красоту. Она намного красивее. У меня еще и освещение тут плохое. И подсветка у меня вот с телефона. Но все равно не показывает всю красоту. Ну, я стараюсь. Так, вот такое вот растение плющ. Это я попросила у папы давно уже укоренить меня. Сделать корешки. Он сделал. И вот мне наконец-то дал. Вот такой вот плющик. Я показывала у папе в видео. Видели вы? Кто не видел, посмотрите. Я брала уже сто раз за много лет. Вот такие вот и с корешками, без корешок. Сажала. Принимались бывало. Но потом почему-то засыхали. Больше года он у меня не выживал никогда. Даже могу сказать больше полгода. Не знаю почему. Я брала и другие разные плющи. Крупнолистные, мелколистные, пестрые. Просто зелененькие. Ну, не знаю. Вот не получается. И вот я опять попросила папы сделать мне черенки. И вот сто первый раз попробую. Может, все-таки захочет. Он у меня прижится где-то. Посмотрим. Будем наблюдать. Видите? Хорошие. Такие вот длинненькие. Вот эти растения от моей тети. Я отвезла коробочку. Ну, вот эту вот. Пластиковую. С разными суккулентами, кактусами и садовыми растениями. И в ответ вот тоже мне что-то. Давайте начнем вот с этого. Оксалис кислица. Я ее хотела давно. У нас ее очень редко встречаем. Очень. У вас, может, вы, кто меня видите, на подоконниках у каждого, может, второго есть. А у нас редко у кого. Вот я увидела у тети. И попросила, когда я видела, у нее был еще маленький. Она подождала, пока они разрастутся. И вот меня отделила клубенючек. Посадила. Вот теперь у меня есть и такой. Оксалис. Кроме вот моих двоих. Розовенького, скажем, и беленького. Вот такой вот еще пестролистный. Не пестролистный, но такой цветастый. Ой, какой он красивый. Очень давно хотела. В продаже, кстати, такой и не продают. Вот. Еще вот неожиданно вот такое. Вот растение не знала, что мне подарит тетя. Вот такой вот эпифилум. Очень красивый. Мне показала фотография, как он цветет. Ну, того, кого брала, показала фотографию. Сфоткала. Ей дали росточек. И она, как всегда, и для меня. Вот. Взяла. Он будет давать не по одному цветочку, как вот, который у меня эпифилум. А вот тут вот с каждой, скажем, почечки будут выдавать цветочки. Розовые. Очень-очень красивые цветочки. Не мелкие, не крупные. Такие красивые. Ну, красавица. Очень красивые. Если разрастется, когда-то зацветет, будет прелесть. Ну, конечно, буду показывать. Тут в земле, видимо, попала семянка. Или петрушки, или сельдерея. Видите? Как мне нравится вот такое, когда попадается. Мне вот прям вот приятно. Вот такая вот розочка. Тут три корешка. Неукорененые. Я буду укоренять. Надеюсь, примется. Это почки. Вот тут видно, что почки. Вот. Проснулись. Или они еще не усыпались. Усыплялись, как по-правильному. Это розовьющая. У нее цвет, мне сказали, цветка. Крупный цветок вроде. И такой краснобордовый. Вот. Тетя видела, у кого-то понравилось. Взяла для себя. И мне тоже. Росточки. Дала. Буду укоренять. Будем смотреть. Хорошо, чтобы принялся. Очень бы хотела. И я просила вот такие вот перчики. Если у кого-то найдет. У кого-то будет, чтобы взяла. Она для меня нашла. Вот. Я когда-то сажала. Вам даже, кажется, показывала. У меня взошли ростки. И я один день, в общем, у меня не было дома. Не полила. Они у меня высохли летом. Очень было жарко. И больше не взошли другие семена. Вот. До сих пор. И вот я попросила у тети. Вот она мне. Дала. Буду опять сажать. Сейчас не знаю. Наверное, сейчас не буду зимой. А может и посажу. Их много. Попробую. Попробую. Если не получится, не будут всходить. Потом уже остальные весной. Ранней весной. И вот такой вот еще вот перчик. Смотрите, как он длинный. Длиннечий горький перчик. Так что у меня получается теперь уже несколько разных сортов перцев горьких. Напоминаю, что я их не кушаю. Просто для красоты. Вот мне нравится. Особенно вот этот. Да вообще они все красивые. Просто как растение. И семена мочалка. Написано мочалки. Вот я хотела. Попробовать вырастить. И попробую весной. Вот так вот. Вот такие вот у меня новиночки. Похвасталась. 28 декабря. Я снимаю. Так, показываю вам чуть-чуть беседочку. Покажу это во влоге. Продолжает цвести вот этот. Кое-то цветает. Кое-что еще цветет. Так, внизу никакие признаки, что дает, как сказать, новые ростки. Листья уже погибают нижние. Хоть бы сохранился. Но если не сохранится, надеюсь, найду еще где-нибудь у кого-нибудь. Может, попрошу. Может, куплю. Точно не куплю. Потому что, если у кого-то есть, зачем покупать? Лучше обменяться. Так, я смотрю, тут уже начинается этот тля. Ах, этот тля. Даже в такой холод спокойно не сидит. Надо съедать все. О, надо все посмотреть. Так. Ну-ну-ну-ну. Вот эти вот все собираются. А ну, что у нас тут? Тоже тля? Не видно. Ладно. Ой, вот этот все уже. Скоро-скоро. С дня на день. Ну, в эти дни будет холодно. Наверное, нет. Так, вот эти все были у меня до сих пор еще. Висели на дереве в том месте, где под яблоней они висели. Я их уже все занесла. Пока все с ними было хорошо. Вот цветоносы. Там он еще внизу. Так. А вон. Тоже был под деревом. Вот этот висел на улице. Традисканция. Тут, кстати, вот цветочек. У малыша вот этого. Главное, листья вялые. Надо поливать. Но я не поливаю. Боюсь. Холодно. Пусть отойдут холода. Потом полью. Мой красавица. Мой пушистик. Не перестает свистеть. Цветочки держатся долго. Ну, такой красивый. Ну, такой прекрасный. Я его полюбила. Очень-очень. Ну, вот прям, ну... Как одуванчик. Одуванчик маленький. Красавица. Красавица. Так. Кактусы себя чувствуют хорошо. Все с ними нормально. Я так и эту полочку не привела в порядок, как вы видите. Так она и осталась. Я так и поняла. Говорила, что, наверное, останется на зиму. Так. Так и получилось. Ну, ничего. Ничего. В принципе, будут хорошие дни. Теплые. Все-таки может. И в январе у нас бывает тепло. Может и возьмусь. Конечно, тут у меня чуть дальше, тем теснее. Больше и больше растений сюда приходит с улицы. И уже не развернутся. Вот я принесла. Вот этот был на улице. Тут вот кое-что сгрупповала. Видите, тесненько. Тут даже места съесть я себе не оставила. Ну, вот. А вот тут у меня на столе. Вот эти вот все у меня с подоконника. С одного. Тут на полу есть и с другого. Принесла тоже хевери. Тут вот с мужем собираемся. Приготовили клеенку. Будем закрывать вот это вот место. Вот этот проем будем закрывать, чтобы не заходил холод. Как-то берегать растения. Вот. Вот когда не поливаешь растения, видите, бывает такое вот. Зимой, видите, вялое. Видно, что ионим вялый. Листики вот висят прям. Вот они, видите. Им надо воды. Ну, холодно я им не буду. Как чуть-чуть потеплеет, погода наладится. Чуть-чуть все-таки пролью, чтобы не завялись на совсем. Вот так. Как-то так выглядит. А у меня еще вот такая вот новость, скажем. Видите, тут была земля, трава. А теперь у нас такой вот дворик. Пока не буду весь показывать. Вот так вот в беседке что видно. Мы залили эти дни. Мастера у нас были. Была один день хорошая погода. И вот прям залили бетон. Он еще свеженький. Ну, уже наступать можно. Но вот еще, видите, цвет какой. Мой муж там вот убирает кое-что. Ну, теперь у нас вот такой вот небольшой дворик, дорожка на выход. Уже получше. Уже по грязи не ходим, как говорится. Вот так вот. Вот там вот на балконе, вот в том месте были у меня, как их, не хевери, а как их, эфорби. Занесла в дом их. Для них тут места нету в беседке. И еще кое-что собираемся закрывать. Приготовили какие-то материалы, какие-то клеенки. Будем закрывать разные суккуленты. Алои. Как их там? Толстянки. И кое-что еще, потому что обещают до плюс два какие-то дни. Уже ночью было, одну-две ночи уже было плюс шесть. И это уже опасно для каких-то суккулентов. Ну, чтоб не рисковать. В общем, все подряд уже закрываем, оберегаем как-то, чтоб не попортились. Вот так. Все. На этом я кончаю показ с беседки. А вот и все. Кончился девятнадцатый влог. И на этот год на девятнадцатый. А двадцатый влог, получается, будет в двадцатом году. В двухтысяч на двадцатом году. Ну, такое совпадение. Что сказать? Спасибо всем. За поддержку, за просмотры, за лайки, за приятные комментарии. За, ну, за все. За все приятное. На негатив я стараюсь не обращать внимания. Его вообще очень мало. И по сравнению с хорошим, плохого могу сказать почти. Я и не замечала. Вот. Желаю, чтобы в новом году в моем, на моем канале между нами были такие же хорошие отношения, дружеские, скажем, почти уже с вами, с моими зрителями, подписчиками. И гостями новенькими, которые придут на мой канал. И хочу, чтобы у нас продолжалось вот так вот все хорошо, как было до сих пор. Желаю вам всего хорошего. Будьте здоровы, будьте счастливы, чтобы Новый год так вошел хорошо в нашу жизнь, в вашу и в нашу. Чтобы было все намного легче. У кого были трудности, у кого были проблемы. Чтобы это все прошло. Чтобы все осталось в старом году. И в Новый год вступили, ну, не знаю, с другим настроением. Все так хорошо, все легко. Чтобы так вот пошло. Что вы пожелаете, чтобы обязательно сбылось. А мы будем продолжать тут вместе общаться. как-то поднимать себе настроение. Бывает у меня не очень. Бывает более позитивно. Я вам поднимаю настроение. Пишите, смотрите меня. И вам приятненько как-то. Хорошо начинается, скажем, день. Вы мне говорите как-то приятненько. Я очень рада за это. Так что все будет хорошо. Лишь бы мы думали о хорошем. И уже встретимся в Новом году. И продолжим наше общение. Спасибо всем. Очень рада, что вы со мной. Что я с вами. И большое спасибо. Мне уже холодно, надо заходить. Начался дождь, начал ветер. Не могу. Уже не знаю, что сказать дальше. До свидания. Всем всего хорошего. От Оли с Греции. От Оли с Греции.